Крыху больше, как месяц тому, в Гомеле был открыт первый в Беларуси кризисный центр Червоного Крыжа. Это один в Украине часовый дом для людей, которые опынулись в тяжким жизненным становищем. Причем, в эту категорию трапили как люди без полного места жихарства, так и те, кто потерпел от стихийных бедствов, насилия в семье, эти стали ахверами семейного насилия. Кризисный центр наведали наши корреспонденты. Город Гомель, улица Свердлова, 21. Виновата по этим адресе находится первый по куль-1 в Беларуси кризисный центр Беларусского товариства Червоного Крыжа. Его девиз простый – каждый мае право на достойные и поважливые отношения к себе. На практице это значит, что тут готовы оказать всю необходимую помощь людям, которые опынулись в тяжким жизненным становищем. При этом особенно подкресливается – кризисный центр не нашлежка для бездомных. Тут примут только те, кто сам жадает вернуться до нормального життя. Мы никому не отказываем, но так как они обращаются, мы рассказываем наши правила, порядок наш. И тот, кто хочет социализироваться, тот и остается. Тот, кто не подходит к нашим условиям, они не возвращаются к нам. У Гомельским кризисным центра одночасово могут проживать 10 человек. Тут часово разместить навод семью, якая потерпела от стихийного бедства типа жару. За час находжения у центра проживающим при необходимости допомогуть одновить страченные документы и найти працу. Я сам строитель. Штукатуру, шпаклевщик, плитышник. Ну, вот я работал, короче, за уходный трактор, картошку копал, зерно убирать на комбайне. У правильности принятого решения об открытии кризисного центра у областной организации «Шервоного крижа» не сомневаются. Хоть и не утоивают, проблемы есть. Утримливать центр только за властный кошт складано. Урешті гэта и оплата коммунальных послуг, и набытье продуктов харчавання. Пакуль реальну допомогу оказала тольки гомельская епархія Белорусской православной церкви. Единственным источником финансирования являются членские взносы и пожертвования. Поэтому нам крайне необходима помощь предприятий, всех форм собственности. Возможно, это будут и продукты питания, потому что каждый день нужно людей кормить, пока они социализируются, пока мы восстанавливаем документы, пока ищем им работу.